Ооо, черт подери! Развод на бабки или разводящий брехун? Сегодня выясним. Вы меня просили, и я это делаю для вас. Буду смотреть целых 30 минут видео этого человека, чтобы понять, говорит ли он правду нам про S23 Ultra или брехун вонючий. Сразу скажу, что есть англоязычный канал, на котором сравнивались по скорости работы S23 Ultra и iPhone 14 Pro Max, и они завершили тест секунда в секунду. Разница 0,2 секунды. Samsung сделал что-то там на 0,2 секунды дольше, чем iPhone. По кругу запускались все эти приложения, в том числе офисные, игры, камера и затем обратно. И оба справились за одно и то же время. То есть в этом году, наконец-то, скорость работы Samsung сравнялась со скоростью работы Apple. Поэтому теперь говорить, что iPhone работает лучше уже бессмысленно. Что iPhone работает плавнее, тоже бессмысленно. При этом у Samsung есть стилус, у Samsung открытая система. Что хочешь, то делаешь, что хочешь, то качаешь. Поэтому Samsung это топ. И вы должны сейчас понимать, что он там будет базарить о том, что вот, 100 косарей, 100 косарей. Во-первых, на Авито это 90 косарей, да, а не 120, как в магазинах. Не надо переплачивать, а потом плакаться, что вы купили телефон дорого. Это ваша личная проблема. А во-вторых, любой сейчас флагман стоит порядка 100 косарей. Что iPhone последний, что Samsung, что Huawei, что Honor, что Vivo X90 Pro Plus. Любой топовый телефон стоит 100 косарей. Мы же здесь не говорим про человека, который зарабатывает там 30 тысяч в месяц. И он покупает телефон за 100 косарей. И теперь будет плакаться, что вот, а есть смартфоны за 30. Что я не взял смартфон за 30, он почти такой же. Да, почти такой же. Вы можете взять Note 20 Ultra на Snapdragon и на Авито за 40 тысяч рублей. И он будет действительно почти такой же. Вы можете взять какой-то новый бюджетник от Xiaomi. И он будет действительно почти такой же. Но вы должны понимать, что и в машинах тоже почти такой же. Это может быть разница в десятки тысяч долларов. Потому что какая-нибудь Kia Sorento, например, да, и BMW X6. Они обе имеют печку, они обе достаточно тихие и оба хорошо ездят. Однако BMW будет стоить в разы дороже, чем Kia. И не потому, что она в разы лучше или в разы быстрее. А просто потому, что она чуть-чуть лучше. И за эти чуть-чуть люди готовы доплатить. Те люди, у которых есть на это деньги. И кто хочет пользоваться самым топом. Я сейчас не говорю, что S23 Ultra это самый рациональный и лучший выбор. Рациональный выбор, я считаю, зависит от ваших денег. Note 20 Ultra или S22 Ultra. Ну уж точно, наверное, не S23 Ultra. Как минимум, потому что вы потеряете в цене. Ибо вначале Samsung теряют быстрее в цене первые несколько месяцев, чем уже потом. Поэтому я думаю, что есть смысл подождать. Но тем не менее, те, у кого есть деньги, почему они должны себе отказывать в покупке S23 Ultra? Он что, хуже, чем iPhone? Он что, хуже, чем S22 Ultra? Хоть в чем-то он лучше, хуже? Хоть в чем-то он хуже, чем любой другой телефон прошлых лет или других моделей. По камере топ. Видео ночью пишет лучше, чем iPhone. Фотки где-то лучше, где-то хуже, но Zoom точно лучше. То есть тут уже даже дело не в том, что в каких-то условиях он полностью сливает или полностью выигрывает над каким-то другим конкурентом. Сейчас телефоны уже все близки. По камере в каких-то условиях он делает снимок лучше, в каких-то хуже. Вы возьмите две одинаковые 23 Ultra, сфоткайте одно и то же место, и у вас и то, снимки будут иметь чуть-чуть разную детализацию, чуть-чуть разную доработку искусственным интеллектом. Поэтому говорить, что они прям разно фоткают, это дело даже не в конкретном телефоне, а в конкретном кадре. Вот и все. Фоткают все телефоны уже близко. Samsung в этом году пишет видео хорошо, работает тоже быстро. Короче, не вижу проблем, чтобы его брать, и уж он точно ничем не хуже, чем абсолютно любой другой телефон. Поэтому плакаться, что вы отдали кучу денег, а могли взять что-то похожее, да, могли, но это всем очевидно. Мы сейчас говорим про тех, кто хочет получить топ. И те, кто хочет его получить, давайте посмотрим, что он получит, и что нам говорит вот этот вот парень. Стоит нам получать этот топ или не стоит? Поехали. Всем привет, мои любимые подписчики, с вами Игорь Линк, и мы сегодня собрались с вами, потому что я купил себе Samsung S23 Ultra. Уже бомбит, да? С самого старого Samsung S21 Ultra. На самом деле, этот телефон у меня в руках уже где-то в районе недели, может быть, даже больше, прям с самого первого дня европейского релиза, и я активно им пользовался, как своим единственным основным устройством, и я, конечно, мог бы записать какое-то видео, знаете, с первыми впечатлениями, сделать это пораньше, там, например, на следующий день после того, как я его купил, но я так не делаю, знаете, потому что бывает, запишешь такое видео про какое-то устройство спустя один-два дня после того, как оно вышло, скажешь там что-нибудь. Ребята, испортник, сказали, что у этого смартфона защита такая, что скорее развалится вот этот бешманский стол, чем нежен этот смартфон. А затем, спустя несколько дней, выйдет, знаете, какое-нибудь другое видео, в котором... Поэтому я вам сразу говорю, я не буду, знаете, как какие-то там обзорщики тыкать в этот телефон, в экран всякими детекторами, датчиками, смотреть, где он там в какой части греется через тепловизор, я просто поделюсь с вами своими впечатлениями и какими-то своими мыслями по поводу того, а стоит ли этот телефон своих ста с лишним тысяч рублей. Сегодняшний обзор будет максимально неподкупным, честным и непредвзятым. А возможно, это благодаря спонсору сегодняшнего видео... Да не нужен нам спонсор твоего видео. Он стоит дороже любого другого андроидовского смартфона, наверное, за исключением Xperia Pro i, который я делал обзор в прошлом году, что этот телефон, который с большим отрывом является самым дорогим андроидовским смартфоном, является с таким же большим отрывом... Зачем он сразу его выделяет, что он самый дорогой, поэтому должен быть самый крутой? Это бред, потому что, повторюсь, все флагманские телефоны последнего года выпуска, последние в своей линейке, они и все стоят около 100 тысяч рублей. Это во-первых. Ну, понятно, что Huawei там чуть подешевле, но все зависит еще от курса, понятное дело. Samsung только вышел, да, сейчас он стоит подороже. Но на вид он стоит порядка 90, тот же Vivo X90 Pro Plus, с такой же памятью, тоже стоит тех же денег. iPhone стоит и того дороже, поэтому он говорит про андроиды, но как бы тут дело такое спорное. Fold'ы стоят дороже, сгибающиеся смартфоны стоят дороже. Так что, ну, выделять его прям как самый дорогой я бы не стал. Плюс, касательно падений, вы должны понимать, что это все маркетинг. То есть, да, они делают стекла, да, они делают неплохие стекла, но верить в то, что они не царапаются, или верить в то, что они царапаются в воздух, нет, дело случая. Так же и с падениями, тоже дело случая. Можно уронить телефон как угодно, и с ним ничего не будет, а можно уронить его чуть-чуть, и он разобьется в хлам. И более того, всегда они роняют плашмя телефон. Плашмя не такое сильное падение, как падение на угол, потому что когда телефон падает углом, вот эта металлическая рамка, она тоже деформируется, а уж если она сгибается, то стекло в любом случае треснет, потому что рамка вплотную идет к стеклу. Поэтому падение на угол, вот что фатально для телефона. Никакая ни пленка, ни стекло от этого защитное не защитит. Вам нужно именно покупать чехлы с надежными уголками, чтобы спасти телефон от падений. Итак, поехали дальше. Нет, я бы так не сказал. Во-первых, потому что есть та же Sony Xperia. Я знаю, к соневским телефонам очень неоднозначное отношение, но что касается дизайна, выглядят они действительно здорово. Ну, окей, допустим, вам Sony не нравится. Опять же, есть какой-нибудь, скажем, пиксель, от которого просто кипятком ссались, когда прошлогодняя модель выходила. То есть, знаете, мне кажется, что телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей, при этом это андроидовский смартфон, он должен быть, знаете, вот есть такая сцена, сцена с визитками. Он уже на Авито не стоит 100 с лишним тысяч рублей. По крайней мере, если вы берете версию там на терабайт. Даже на 512 гигов можно уложиться в сотку. Американский психопат, если кто-то вдруг помнит, они там поочередно достают свои визитки. И вот мне кажется, что телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей, он должен быть как вот визитка Пола Аллена, который когда достает, приглушается свет, включается какая-то напряженная музыка. А он на самом деле выглядит как вот одна из трех визиток, которые они кладут до этого. То есть, ну, есть какой-нибудь Samsung, есть там какая-нибудь Xperia, там же рядом где-нибудь пиксель можно положить. Может быть, еще какой-то телефон с крутым дизайном, я не знаю. А как он, по-твоему, должен выглядеть, чтобы он всем бросался в глаза и был каким-то особенным. Красивый, строгий дизайн. Он и так квадратный. Все остальные телефоны у большинства производителей скругленные. Он действительно выделяется. У него красивые блоки камер. Теперь они в красивых металлических ободках. Я не понимаю, что он имеет против дизайна. И какое еще выделение он хочет? Такое, чтобы это не было колхозом и подходило общему пользователю, а не конкретно тебе. Комментария. То есть, я бы не сказал, что у него есть какое-то преимущество. Визитка Пола Аллена в этой сцене. Это был бы iPhone. Вот iPhone, когда достаешь, это действительно, он стеклянный сзади. Он выглядит просто на голову выше любого. А Samsung не стеклянный сзади, как будто бы, да? Абсолютно андроидовского смартфона. Поэтому, да, Samsung, конечно, неплохо. В этом году явно лучше, чем вот когда-то он это был. Чем iPhone сзади, лучше, чем Samsung сзади. Мрак. Два года назад, но, тем не менее, мне кажется, еще есть куда расти. И я думаю, что в этом же блоке про внешний вид смартфона стоит упомянуть о том, что здесь, значит, установлено какое-то стекло Gorilla Glass Victus 2, если меня память не изменяет. И заявлено, что это невероятно крутое, в том плане, что суперпрочное, прям чуть ли не противоударное стекло. Что мы могли увидеть в обзоре Вилса Кома. Он это наглядно продемонстрировал. Ребята из корни, сказали, что у этого смартфона защита такая, что скорее развивается вот этот смартфон стол, чем нежели этот смартфон. И согласитесь, это действительно впечатляет. То есть, если вы какой-нибудь полуметровый карлик, который ходит по деревянным столам и роняет на них телефон, то, в принципе, это, конечно же, очень-очень надежное стекло. Оно действительно останется целым. Но если вы из числа тех великанов... Ронять телефон на деревянный стол и как бы демонстрировать это то, что он не рассыпется, ну, конечно же, любой телефон с такой высоты не рассыпется. И то, я уверен, что с какого-то неудачного падения, также любой телефон, в том числе 23 Ultra, тоже рассыпется при таком же слабеньком ударе. Если, знаете, выше одного метра ростом и нечаянно уронить этот телефон, скажем, с полутораметровой высоты на землю, то результат будет уже не такой впечатляющий. Что у нас идет дальше? На что вы следующим делом? Обратите внимание. Ну, мне кажется, что, наверное, на экран. Экран — это, ну, пожалуй, одна из самых главных частей, если вообще не самая главная часть смартфона. Это то, что вы будете видеть буквально каждый день, каждый раз, когда вы будете включать этот самый экран для того, чтобы что-то сделать на этом телефоне. И, ну, здесь, опять же, дыраться особо не до чего. Это действительно, наверное, самый лучший экран на андроидовских смартфонах. Но здесь вот что интересно. Мне некоторое время назад, не то что даже приехал, я купил вот этот телефон для коммерческого, скажем так, обзора. Я не буду сейчас говорить, что это за телефон, но для того, чтобы вы не подумали, что я его прямо здесь сейчас рекламирую, нет. Это просто телефон за где-то, по-моему, 30 тысяч рублей он в России стоит. Я не буду показывать его заднюю сторону, я не буду говорить, как он называется, чтобы вы, опять же, не подумали, что это какая-то реклама. Так вот, что интересно, несмотря на то, что, опять же, Samsung стоит 100 с лишним, по-моему, тысяч рублей, если вы возьмете этот самый Samsung и положите его рядом вместе с вот этим смартфоном китайским за 30 тысяч рублей и включите на нем какое-нибудь ютубовское видео, что, наверное, заметите какую-то разницу, но эта разница, она точно не будет ощущаться как трехкратная. И если мы посмотрим на характеристики этих дисплеев, мы и поймем, что в этом нет ничего удивительного. У них у обоих примерно одна и та же технология изготовления матрицы. Оба с поддержкой HDR10+, оба 120 Гц. Единственное, что у Samsung в два раза практически больше яркости, так же у Samsung... Ну так, наверное, если у тебя в два раза выше пиковая яркость, то одно дело смотреть на телефон при средней яркости в помещении, говорить, что он не имеет разницы, а другое дело выйти с ним на улицу. И ультры будет запас яркости с головой, и вы все разглядите в любой солнечный день, когда вам это реально будет необходимо. А здесь, ну вы нихера не увидите при этих дурацких 800 нитах. Понятно, что увидите, вы скажете, что все норм, но все равно сравнение большое. Плюс, то есть разница большая, плюс плотность пикселей, это тоже действительно существенный прирост в полтора раза, а по общему их количеству, я уверен, что двухкратный прирост как минимум. Поэтому, конечно же, изображение будет четче, яркость будет выше, и все-таки телефон, это не только про экран. И, как я уже говорил, например, когда машины соревнуются в гонках на скорость, как быстро они разгонят 100 км в час, то, допустим, за 5-6 секунд разгоняет любая тачка с неплохим двигателем. Какая-нибудь Феррари разгонит эту сотку в час за 4,5 секунды. А потом, чтобы уже делать 3,9, 3,8, там уже разница по движкам будет просто на сотни лошадей. И за эти сотни лошадей, за эти доли секунды будут биться инженеры годами, чтобы увеличить свой результат на долю секунды. То есть разница там невелика, исходная. Но при этом сколько денег, сколько ресурсов в это вложено, и конечный потребитель готов будет доплатить за эту долю секунды, несмотря на то, что нахер она нужна. Так и здесь, в телефонах, вы платите, конечно, в 3 раза больше, получаете не в 3 раза лучше, но те, кто могут за это заплатить, они должны понимать, что они получают лучше. И это действительно так. Он будет лучше, чем телефон за 30 тысяч рублей, за 40 тысяч рублей, за 80 тысяч рублей. Просто не так сильно, как разница в цене. Но лучше он будет. Вот что главное вы должны понимать. Больше разрешения, что вы, скорее всего, на самом деле не заметите на экране такого размера. Ну и еще плотность пикселей у Samsung выше за счет большего разрешения, но не то, чтобы прям очень сильно, всего на 20%. И к чему я, собственно, веду? Вы могли подумать, что я сейчас буду ругать Samsung, что типа вот телефон за 100 тысяч рублей, а экран по качеству сопоставим с телефоном за 30 тысяч рублей. Но это не так. Samsung здесь абсолютно не в чем обвинять, потому что реально в этом смартфоне стоит, наверное, самый лучший дисплей среди всех андроидов. Я думаю, он даже вполне себе сравнится с айфоном. Но проблема в том, что если... Вот это вот очень странно, когда он говорит, что экран самый лучший среди андроидов, наверное, он даже сравнится с айфоном. Так дело в том, что у андроидов, да, у них есть экраны, как у Huawei, с более такими цветами приглушенными, как раз как у айфона, да, и, например, те же OnePlus, где экраны еще более вырвесочные, вырвеглазные, чем у Samsung. И он говорит, что Samsung получается лучше, чем белесые цвета Huawei, и лучше, чем суперкислотные цвета OnePlus, но при этом он как будто бы хуже айфона. Хотя получается... Ну это бред какой-то. Потому что у айфона самый простенький, блекленький экран, который всегда желтит, он выдает высокую яркость, но при этом цветопередача на нем, как вы любите говорить, максимально естественная, и он мало шимит, как вы говорите, да. Но я шима в Samsung не замечаю, слава богу, я к этому неустойчив. То есть, наоборот, я к этому устойчив, получается. И, соответственно, я вижу, что экран Samsung, если сравнивать с айфоном, намного сочнее, контрастнее и лучше. Если ему нравятся более естественные тона, тогда как он может говорить, что экран Samsung лучше, чем экран Huawei? Если Huawei, тогда получается ближе к айфону. Тогда, ну короче, он какой-то бред получается. Уж скажи честно, что экран лучший среди всех телефонов. Другие фичи этого телефона, но при этом вам очень важен в телефонах именно экран, то... Наверное, именно поэтому Samsung поставляет экраны Apple, а не наоборот. Никакого смысла сейчас, сегодня, тратить 100 с лишним тысяч рублей и брать себе именно Samsung S23 Ultra. Потому что уже существуют телефоны, которые дешевле, или даже намного дешевле... Но он-то все-таки взял S23 Ultra. Он что, ожидал каких-то чудес после S21 Ultra? Нет, не ожидал. Взял он его, взял. Я уверен, что он доволен и знал, чего ожидает. И ровно сколько он от него ожидал, столько он от него и получил. Тогда смысл вообще был записывать видос, если ты сам себе противоречишь, купив этот телефон. И при этом имеют экраны, которые, ну, объективно хуже, конечно, по характеристикам, например, по яркости даже в два раза. Например, там та же самая герцовка, та же самая технология дисплея, и в итоге вы получаете экран. Конечно, он, может быть, будет хуже для каких-нибудь там дизайнеров, которым важна прям суперточная передача цвета. Но обычный человек, как мне кажется, при каждодневном использовании, он никакой разницы особо и не почувствует. На что мы дальше обратим внимание? Я думаю, что на батарею. И батарея, опять же, по моему опыту здесь действительно достойная. Ну, по цифрам это 5000 мАч. И по опыту могу сказать, что у меня этого хватает, ну, где-то, вот сейчас даже, чтобы не соврать, скажу по скриншоту, около 14 часов пользования у меня вчера вышло без подзарядки, при том, что я достаточно активно листаю. У меня этого хватает, ну, где-то, вот сейчас даже, чтобы не соврать, скажу по скриншоту, около 14 часов пользования у меня вчера... Так себе скриншот! Выделил на нем определенную часть участка, в котором он пользовался экраном всего 8 минут. Показал бы нам за общий день, сколько он реально пользовался времени экранного именно, а не так что просто непонятно о чем нам говорит этот скриншот если честно бомбит меня очень сильно какие 14 часов какие 14 часов я не поверю что в сутках 24 часа из них 10 он спит а другие 14 он не отрываясь от телефона сидит в телефоне ну понятно что эти 14 часов 7 у него было максимум экранного времени специально разработанного для этого телефона процессору snapdragon у специальной модели но знаете есть небольшой подвох вот у меня рядом здесь лежит samsung s21 ultra который купил себя два года назад и к сожалению сейчас не смогу показать какие-то точные скриншоты все это проверить подтвердить но насколько я помню этот телефон когда его только купил тоже работал где-то примерно 12 14 часов без подзарядки примерно с таким же режимом если у него с 21 как он говорит работал 12 часов что ни у кого не было потому что знаете вот этот у меня телефон работает двое суток ноги в комментариях пишут а я им говорю да вы брехоны вонючий если телефон лежит на полке на неделю может проработать вы мне скажите сколько конкретно экранного времени у вас работает и в каком режиме не так чтобы на вайфай подключились яркость на минимум вырубили и включили блин фильм с вайфая а реально на мобильных данных там где-то с gps где-то какая-то игрушка вот так вот сколько часов он у вас продержится но часов 7 понимаете и с 21 ультра никогда не держал больше восьми часов никогда в это не поверю работы то есть скроллинг телеграма просмотр ютуба и проблема заключается в том что сейчас спустя два года этот телефон без подзарядки держится где-то не знаю часа четыре наверное не больше если я утром выходить то есть он говорит что у него с 21 ультра держал два года назад 14 часов 12 а теперь он держит четыре то есть что он просел в три раза то есть за два года емкость аккумулятора стало место 100 процентов процентов 30 такое возможно нет максимум на 70 процентов бы он просел и потерял бы тогда 12 часов стал бы держать 8 часов это самом худшем случае получается бреху конечно да из дома с этим смартфоном он был заряжен на сто процентов уже где-то днем часам там двум к трем мне нужно было искать зарядку или подключать его к powerbank и кто-то из вас может быть скажет что ну блин два года это достаточно долгий срок тем более что и наверняка использовал быструю зарядку на 25 ватт но во-первых здесь зарядка на сорок пять ватт и очевидно я буду ее использовать потому что на первый купил блокend использовать а во вторых я думаю что у вас тоже часто бывает ситуации когда нужно быстро подзарядить со смартфона и чё я буду типа и мит два зарядных блоки раздельно одними сразу насчет зарядке скажу то что во первых насчет двух зарядных блоков но вот у меня только на дane головой он там ватреи блока лежат зарядки это всего лишь над моей кроватью это всего лишь капелька из количества блоков которые разокнуты у меня по дому. Во-вторых, касательно 25 и 45 ватт. На практике разница в скорости зарядки между 25 ваттной и 45 ваттной зарядкой от 0 до 100 минут 5. Поэтому не рекомендую использовать 40 ваттные блоки, 45 ваттные. 25 ватт хватает. Тем временем я, которому до сих пор 3D приносит S21 Ultra, которыми пользуются по 2 года, и где емкость аккумулятора 90% и более. И все ок. Держит, как и держал при покупке почти. Буквально разница там минут 30 час максимум. ...возвольте сюда. Возможность быстро заряжать телефон. Уж будьте, пожалуйста, добры позаботиться о том, чтобы аккумулятор не портился с такой скоростью. То есть 2 года спустя у него автономная работа где-то 4 часа, но, насколько я помню, год назад где-то у меня уже было что-то в районе 6 часов. То есть с 12 и 14... То есть у него было 12-14 часов, а за год стало 6. Да? Типа в 2 раза он потерял в емкости аккумулятора за год. Ну это же бред. До где-то примерно 6 за 1 год. Мне кажется, это не совсем нормально. И менять этот аккумулятор по гарантии, я тоже не думаю, что мне кто-то будет. Но, пожалуй, самое смешное, это то, что, как я уже упомянул, что у этого смартфона была быстрая зарядка на 25 Вт, что у этого смартфона есть быстрая зарядка аж на 45 Вт, и Samsung как-то презентуешь, типа, вау, супер-быстрая зарядка. Когда сюда втыкаешь провод, где даже круг уже не зеленым посвечивается, а голубым и подписывается, что это супер-быстрая зарядка версии 2.0, еще раз, 45 Вт. Я где-то через полторы недели еду на выставку МВЦ в Барселоне, там будет куча всяких крутых гаджетов, девайсов, я обязательно посниму все это, но я точно знаю, что одна компания, опять же, чтобы не подумать, что это реклама, не буду ее называть, вот там будет презентоваться телефон, у которого быстрая зарядка 240 Вт. И опять же, это далеко не... Это GT Neo 2, по-моему, от Realme. У канала 808 был обзор на него недавно. И какой-то там флагман, это, насколько я знаю, будет такой относительно бюджетный телефон 45 за 100 тысяч с лишним рублей, против 240 Вт. Не знаю, тысяч там, наверное, опять же, где-то за 30, но... Здесь я могу сказать, что Самсунгу важна стабильность, то есть он не может рисковать так, что он будет давать людям зарядку по 200 Вт, а потом у кого-то будут пожары, у кого-то будут перегревы, и... Самсунгу важно дать стабильные характеристики, универсальный телефон для всего, без каких-либо урезаний по другим моментам. Не сделать там 250 Вт зарядку, кстати, у нас самая быстрая зарядка, покупайте его, а другие характеристики даже озвучивать не надо. У них комплексно, все здорово. И стилус хороший, и батарейка хорошая, и процессор, и камера, и экран, и так далее. Комплексно. Петливо можете заметить, что, возможно, раз Samsung сюда вставил 45 Вт, а тот телефон 240 Вт, возможно, есть проблема того, что вот на том телефоне с 240 Вт... Ладно, я пока это вставил. Да вы, блядь, серьезно? 100 с лишним тысяч рублей за что? Ну, серьезно, почему заплатив 100 с лишним тысяч рублей, я должен заряжать свой телефон час, когда уже есть телефоны, которые заряжаются за 15 минут. Но, окей, я не знаю, почему так. Может быть, потому что в этом телефоне, знаете, слишком мало места. Быстрая зарядка, она известна тем, что, ну, она нагревает аккумуляторы Samsung, а у Samsung уже были некоторые... Понятно, понятно. ...один раз, когда пытался понять, для чего она, собственно, может быть нужна мне... Вот это мне вообще бомбит. ...нутри этого смартфона, да, поэтому мы не сможем узнать прям, как выглядит то, что там внутри находится, но, знаете, я могу точно сказать, что там внутри находится как минимум вот эта вот супер-упер необходимая вещь, которой за все время с момента покупки я воспользовался ровно один раз, когда пытался понять... Но если ты такой тупой, что воспользовался стилусом с момента покупки один раз, это не повод навязывать свое мнение, что стилус это нахер никому не нужная вещь. Почему? Потому что давайте, те, кто ходит на ноутах, набегите в комментарии и разнесите этого брехуна, объяснив ему, что стилус это очень полезная вещь, которую вы можете использовать и как пульт дистанционного управления, когда вам нужно поставить телефон, нажать на кнопочки стилуса, и вас телефон сфоткает вас, вам не нужно будет подстраиваться под какой-то определенный таймер, который вы задали. И, соответственно, там есть еще куча других функций, которые очень удобно. Выделять текст, закреплять что-то на экране, переводить английский текст, просто наведя стилус на экран. Там очень много полезных фишечек. Не говоря уже о том, что это гораздо удобнее даже просто что-то подписывать на скриншоте, чем пальцем тыкать в экран. Просто кому-то объяснить, что-то... Вот вчера мне девушке нужно было объяснить кое-какую формулу по геометрии, чтобы она рассчитала объем торта. Я просто включил запись экрана и на экране писал формулы, записывая все это, чтобы я пальцем выписывал буквы за корючки. Нет, конечно, стилусом это гораздо удобнее. Продолжим, значит, продолжим. Для чего она, собственно, может быть нужна мне, человеку, который не является дизайнером, художником или еще вот кем-то с этим связанным. И я понял, что абсолютно незачем. Это абсолютно бессмысленная, пустая для меня вещь. То есть, может быть, я, конечно, буду ее использовать, когда буду подписывать свои рекламные контракты на сотни тысяч долларов, для того, чтобы моя подпись красиво выглядела на PDF-ке. Я обязательно воспользуюсь этим стилусом. Для всего остального у меня есть палец. Я пальцем могу выделить текст. Я пальцем могу что-то обвести на фотографии. Я реально не понимаю, для чего мне обычному пользователю этот стилус, за который я... Бывает, на скриншоте элементарно нужно расписать какие-то цифры и отправить человеку. Ты пальцем их будешь выводить серьезно, то тебе получится сделать так же аккуратно, как стилусом. В итоге уплачу деньги. То есть, я не знаю, сколько он там стоит. Три-четыре тысячи рублей. Может быть, это не так много, но тем не менее, я лично считаю, это уже даже три тысячи... И вот эта вот теория про то, что если в телефоне есть стилус, то телефон сразу будет стоить на три-четыре тысячи рублей дороже, ты не хочешь за них платить. Во-первых, за такую возможность заплатить сраные три тысячи рублей, это вообще бесплатно. Я бы уж точно это сделал на его месте. А во-вторых, будь бы он без стилуса, он стоил бы ровно столько же, как айфон. В нем нет никакого стилуса, а стоит он дороже, понимаете? Цена берется не от того, что в телефоне есть или нет стилуса. Что даже три-четыре тысячи рублей, это все-таки деньги. Но на самом деле, я даже не столько об этом, сколько о том, что вот этот стилус, он же занимает в этом телефоне внутри место. То есть мало того, что сам стилус, здесь еще какая-то вот этот вот канал, шахты, не знаю, для этого... Ну да, лучше бы сделали побольше аккумулятора для кого-то, понятно, ладно. Я бы спокойно применял вот этот вот замечательный, классно, кстати, щелкающий стилус на возможность быстро заряжать этот телефон. Хорошо, мы поняли. Но по сравнению с S21 Ultra, я абсолютно никакой разницы в скорости разблокировки отпечатку пальца не ощущаю. То есть она может быть, конечно, есть... Пальца не изменился, хотя по факту раньше он через пленки работал туго, через стекла совсем не работал. Теперь через стекла он иногда работает, если хорошее стекло, и через пленки он работает прекрасно. Ну, а фишка в том, что в S21 Ultra настолько и так хороший был сканер отпечатка пальцев, что, ну, я не знаю, куда еще быстрее, типа, вообще еще разблокировать, еще до того, как ты палец к сканеру поднес, разве что. И последнее, о чем мы сейчас поговорим, и обещаю, вот-вот перейдем к камерам, это прошивка One UI. И вот здесь я хочу сказать, что, ну, здесь реально видно, что это прошивка телефона за... Ну, хоть здесь он скажет, что прошивка топовая, и действительно Samsung делает вещи, потому что никакой другой Android не даст такой же приятной, красиво оформленной, многофункциональной оболочки. С лишним тысяч рублей. Хорошо. Потому что, ну, тебе нужен монитор для того, чтобы использовать Samsung DeX с этого телефона, в отличие от планшета. Короче, в любом случае здесь большое количество всяких крутых фич, которых нету ни на нативном Android, которых нету на других этих самых прошивках, там, всяких китайских, и не только. В общем, морально, One UI ставлю класс. Это, пожалуй, ну, то, наверное, то, почему я, в принципе, купил этот телефон, просто потому что я не хотел переходить на какую-то другую прошивку. Окей, мы, наконец-то, добрались, пожалуй, до самого интересного, то, чего вы, наверное, ждали больше всего. Это, конечно же, камеры. Вот все вот эти дорогие телефоны, они даже называются камера-фоны. Но, прежде чем мы сейчас с вами выйдем на улицу для того, чтобы тестировать эти самые камеры, я хочу посоветовать вам сервис, которым я сам пользуюсь уже много лет. Это агрегатор обменников Best Channel. Обойдемся, обойдемся. Такие фотографии могут вам пригодиться, не только если вы захотите распечатать рекламный щит, но если вы захотите кропнуть эту фотку в несколько раз без потери качества, а еще 200-мегапиксельная матрица позволяет сделать вот такие вот снимки в режиме ста-кратного зума. И качество таких книгов, значит... Но тут он хер и не усморозил, 200-мегапикселей и ста-кратный зум тут вообще ни при чем. Ста-кратный зум обеспечивается за счет 12-мегапиксельного десятикратного телеобъектива, который находится снизу телефона, тут большая квадратная дырка. А вот это вот, то, что он говорит про 200-мегапикселей, он не обеспечивает никакой ста-кратный зум. Это уже будет готовый кадр с единичной оптикой, которую вы потом просто будете цифровым способом растягивать на компе. Вот еще раз послушайте. ...фотку в несколько раз без потери качества. А еще 200-мегапиксельная матрица позволяет сделать вот такие вот снимки в режиме ста-кратного зума. И качество таких снимков... Сто-кратный зум, это не про 200-мегапикселей вообще. Это про отдельный 12-мегапиксельный телеобъектив. ...значительно лучше, чем на S21 Ultra. Например, новый Samsung на доме слева сверху разглядел полоски, которых S21 Ultra не увидел. Причем расстояние, с которым делаются такие снимки, они действительно впечатляющие, они огромные. Вы сами едва видите, что вообще там такое стоит, а телефон своей маленькой камерой все видит в таких подробностях. Зачем показывать сверхширик, который действительно малюсенький? Есть телеобъектив, у него третий модуль снизу, самый большой. Покажи его людям. ...пользоваться этим ста-кратным зумом вы будете максимум первую неделю после покупки телефона, и то чисто из интереса. А вот что касается фотографий в обычном режиме, то здесь вообще ничего интересного. Да, получше стала цветопередача. Да, побольше стал динамический диапазон, и больше деталей видно в самых светлых областях. Но иногда новый Samsung умудряется фотографировать даже хуже, чем S21 Ultra. Например, на этих снимках, сделанных на трехкратный зум, фотография с S21 более насыщенная, более контрастная, она более законченная, чем то, что выдал S23. Впрочем, кто-то может сказать, что на S23 цвета более мягкие и естественные, а на S21 слишком перенасыщенные и кислотные. Но в большинстве случаев... У меня такое ощущение, что либо он кадры перепутал, либо стеклокамеры на S23 Ultra не портёру, потому что когда в моих руках было S21 и S23 Ultra, недавно было видео на канале, у меня таких результатов не было, что S21 такие выдает сочные, контрастные и красивые фотки, а S23 Ultra делает их якобы естественные, но блеклые и белёсые. Такого я не видел. Что на один, что на другой телефон отличаются, ну реально минимально. Я вот сказал, что я купил этот телефон из-за прошивки, но на самом деле есть ещё одна причина, по которой я в первую очередь приглядывался именно к Samsung, хотя изначально я хотел дождаться Sony Xperia Pro i2, и, наверное, я бы даже дождался, но эти к***ты, они в очередной ждать. Реально, я купил себе Samsung, и всё, и пускай этот Sony Pro i2, пускай его Клим себе покупает, и обзор на него делает. И вот ещё одной такой для меня киллер фичей является то, что у этого телефона есть действительно неплохой десятикратный зум. То есть есть трёхкратный, конечно, но этим уже, наверное, никого не удивишь, а вот десятикратный, тем более такого качества, реально шикарного. Такое ощущение, что он думает, что эта камера отвечает только за фотки 10x, а всё, что выше 10x, носят, это, конечно, абсолютно не так, и весь зум обеспечивается через десятикратный модуль. Это, я не знаю, в каком ещё смартфоне такое можно найти. Но, опять же, несмотря на то, что это по-прежнему самый лучший десятикратный зум среди вообще всех смартфонов, по сравнению с S21 Ultra, с телефоном позапрошлого года, даже не прошлого, изменений, на самом деле, минимально. Чуть другая цветопередача, чуть больше чёткости по краям, и по-прежнему, когда ты пытаешься сделать фотку с десятикратным зумом при недостаточном освещении, тебя автоматически переключает на трёхкратный зум и добавляет трёхкратное увеличение. А с чего бы оно должно быть сильно лучше, чем у S21 Ultra? Если S21 Ultra как был, лучшим телефоном на рынке по зуму так и не остаётся, потому что только Samsung со времён S21 Ultra ставит реальную десятикратную оптику. Все остальные телефоны — это четырёх-пяти у Huawei трёх-трёхкратная оптика, трёх с половиной там. Короче, больше пяти крат никто не делает, а Samsung сразу ставит десятку нахер оптическую без потери качества. А раз она оптическая, значит она без потери качества, значит, по идее, с чего бы S23 быть сильно лучше, чем S21, если мегапикселей вне столько же, а оптика такая же. Ну, погонили, да? Да, я вот именно для этого покупал телефон с десятикратным оптическим зумом. И примерно так же дела обстоят и с ночным режимом. Плюс вилл всё то же самое. Да, чуть больше яркость, чуть больше динамический диапазон, чуть другая, причём именно другая, а не лучшая цветопередача, поскольку здесь, например, слишком много жёлтого цвета на фотке с S23. А вот здесь, наоборот, действительно на S23 фотка лучше, и вывеска голубая, не пересвечена в отличие от S21. Единственное, что точно можно сказать, что фотки с S23, они реально чётче. Всё-таки не стоит забывать, что у S23 200 мегапикселей матрица, и, конечно же, это даёт ему преимущество. Если вы суперпрофессионал, можете поставить телефон на штатив, прикрыть ND-фильтром, и получить какую-нибудь вот такую фотку в RAW-формате, и затем как-нибудь поправить её в лайфроме на ваш вкус. И что касается камер, нам осталось посмотреть, на что способны... То, что 200 мегапикселей даёт какое-то преимущество относительно тех, что там 108, это бред, потому что можно взять S20 Ultra, где было 108 мегапикселей, можно взять iPhone 13 Pro Max, и у 13 Pro Max iPhone с 12-мегапиксельным модулем фотки будут чётче и лучше, чем у S20 Ultra, я с 3 на S20 Ultra фоткать в режиме 12 мегапикселей. А если ты фоткал в режиме 108 мегапикселей здесь, а здесь в режиме 200 мегапикселей, то нужны исходники кадров, а не вот так их сравнивать, потому что мне кажется, что он не фоткал ни хера на 200 и на 108 мегапикселей, я фоткал по умолчанию в разрешении 12, где от этих 200 мегапикселей, по сути, ничего и не остаётся. ...200 мегапиксельная матрица в режиме съёмки видео. И, с одной стороны, здесь всё примерно как и с фотографиями. Минимум изменений в плане цвета. HDR работает примерно так же, фокусировка работает примерно так же. Внутри суток гораздо меньше. ...матрица и видео на S23, оно чуть более детализированное, чуть более чёткое. Особенно это видно на всяких решётках, сетках, детках и так далее. Ну, а ещё качество оптики на S23, суть к всему, повысилось, потому что всяких бликов от источников света 1, это видно невооружённым взглядом. Почему-то стабилизация работает не только при съёмке видео, но и при съёмке фотографий на трёх и десятикратный зум. К этой камере особенно важно оставаться максимально неподвижной. Ещё одной фичей Samsung, которую засрали, по-моему, вообще абсолютно все, стало возможно снимать 8K 30fps. Типа это неюзабельно, никто не будет этим пользоваться, но, знаете, поснимав буквально несколько футажей 8K 30fps, я хочу сказать, что если мне когда-нибудь понадобится снять на Samsung что-нибудь реально серьёзное... Да, 8K стало лучше, хорошо, стало лучше, на этом как-то остановимся. Он говорит, что и Xiaomi будет также снимать 8K, и тоже снимать хорошо, и при этом стоить он 31 тысячу будет. Почему-то телефон в начале видео не говорил, что у него там за секретный телефон, зато как надо сказать про Xiaomi, что он топовый, это, конечно же, мы не упустим вместе с ценой. ...вести нового Samsung S23 Ultra. Ну и на десерт. Видели вот такие вот фотографии со стократного зума на S23 Ultra, при помощи которых Samsung ещё рекламирует свою новую камеру? Так вот, есть нюанс. Да, сфоткать Луну прямо вот так, вы действительно сможете. Эту фотографию сделал я сам. Однако уже на следующий вечер было облачно, и облака прикрывали верхнюю половину Луны, при том, что нижнюю было прекрасно видно вместе с её кратерами. И попытавшись эту Луну сфоткать в стократном зуме, если чего-то вот такого, я получил вот это. И я сейчас объясню, что это на самом деле означает. Это означает, что все вот эти Луны на вот этих фотографиях шикарных, они по сути своей являются фейковыми, это просто рисунки нейросети. И роль камеры здесь, судя по всему, минимальна. С помощью камеры нейросети просто определяет границы, где ей нужно нарисовать эту самую фейковую Луну. И именно поэтому, если нейросеть во время съёмки не смогла задетектить Луну... Такая тема действительно есть. Телефон понимает, что вы подняли его камеры к небу, направили на Луну, он увидел в небе белый кругляк, понимает, какая сегодня фаза Луны, ведь она у нас такая, он знает, как она должна выглядеть, и берёт из интернета или из своей памяти, подгружает картинку Луны, дорисовывает и даёт вам реально идеально чёткий кадр. Понятное дело, что если вы будете фоткать в какое-нибудь окно лампочку, да, на стократный зуб, там не будет такой чёткости, какую чёткость он будет на этой Луне, потому что эта Луна реально дорисованная искусственными сетями. Мы уже видели, как в магазине телефон дорисовывает цифры на ценниках. Если он цифру видит плохо, он может единицу превратить в тройку. В сравнении с длинным S22 Ultra и S23 Ultra, там был один и тот же ценник, я фоткал, один телефон увидел 300 грамм, другой увидел 100 грамм, хотя по сути там были 100 грамм и там и там, на Ultra решил, что это 300 и нарисовал идеально чёткую тройку вместо единицы. Просто потому что так работают нейросети, потому что, чтобы камера выдавала такая малюсенькая писька в телефоне, столь классные результаты, очень серьёзно идёт обработка именно искусственным интеллектом каждого кадра. И за счёт этого и получается чёткость. Вот. Так что понятное дело, что они гоняются с этими объективами огромными от фотоаппаратов не потому что тут в такой маленьком сенсоре сделали такой качественный, допустим, объектив, а просто потому что нейросети дорисовывают действительно многое. И если телефон не понимает, что это луна, то он сделает обычный кадр, как он может. При этом я не скажу, что у него плохой 100-кратный зум. У него 100-кратный зум вполне рабочий для текстов издалека. Но, действительно, 100-кратный зум это too much, понимаете, это слишком. Но до 30-ти крат Samsung работает идеально, действительно чётко и говорит, что 10, 20, 30-ти это баловство. Нет, нифига. Это реально чёткие, хорошие снимки, благодаря которым вы сможете много чего разглядеть, чего вы не увидите без какого-то специального прибора типа бинокля. А мне, как человеку, который, в принципе, должен носить очки, чтобы видеть вдаль, это часто спасает. Потому что в метро я благодаря ультре часто нахожу, на какой выход мне нужно идти, в какую сторону двигаться. Просто включил, приблизил, сразу всё чётко разглядел. Например, из-за облака, которое прикрывает её верхнюю половину, то вся Луна целиком будет вам сфотографирована как светящийся кусок говна. Согласитесь, немного отличается от рекламных фотографий. С одной стороны, конечно, пофигу для большинства пользователей. Они типа нажимают кнопку и им совершенно наплевать, как они получат это изображение. Будет ли оно нарисовано нейросетью или это реально камера сфотографирует. Но если вы какой-нибудь там, не знаю, чувак, который решил, что вау, вот это да, настолько круто, что в 100х она фотографирует Луну. Это же, блин, какая камера, наверное, должна быть. Так вот, не спешите тратить на этот телефон деньги. Луну, он, конечно, вам сфотографирует точно так же, как вот то, что я вам показывал. Но, тем не менее, если вы захотите ночью также сфотографировать какой-то другой объект или Луна будет немножко не в той кондиции, то ничего подобного вы не сфотографируете и у вас получится просто какой-то мыльный кусок говна. Блин, я вот на этом невероятно скандальном разоблачении уже хотел сейчас заканчивать это видео и вдруг вспомнил, что я вам не рассказал еще более интересную деталь по поводу этого телефона. В общем, здесь установлен Snapdragon 8 Gen 2. Причем абсолютно на всех Самсунгах никакого Exynos'а больше нет. Неизвестно, появится он в будущем или нет снова. Но фишка в том, что здесь не просто Snapdragon 8 Gen 2. Здесь специальный кастомный Snapdragon 8 Gen 2, который в бенчмарках выдает просто уйму баллов. Все восхищаются, говорят о том, что просто вау, вынос мозга. Все обозреватели, которых вы будете смотреть, они будут вам рассказывать о том, насколько же здесь невероятно крутой, мощный и, значит, энергоэффективный процессор. Он действительно заявляется как очень энергоэффективный. Так вот, фишка-то в чем? В бенчмарках это все действительно так. Но, как это очень часто раньше бывало, одно дело в бенчмарке, а другое дело реальные, например, игры или программы или еще что-то. И в данном конкретном случае я наткнулся на очень интересную статью, которая говорится о том, что вот этот Snapdragon 8 Gen 2, который все нахваливают, говорят, что он самый производительный вообще и энергоэффективный, такой он весь крутой. Так вот, при тесте в Genshin Impact этот процессор показал себя не просто как не самый производительный, он выдал далеко не самое большое количество в ППС, уступив не только айфонам, но еще и некоторым андроидовским смартфонам, так еще и по энергии. Ну да, ну да, допустим, он не самый крутой, да, но тем не менее, кто тут выше него стоит? Реально самые крутые мобилы, планшеты и все, что только есть. iPhone 14 Pro Max даже не на первом месте здесь, видите, Xiaomi на первом месте здесь. Наверняка он сильнее греется как-то, видите, тут энергоэффективность у него вот такая, вот нагрев, хотя у Xiaomi минимальный тут написано, да, но как бы сделать телефон для игр к Xiaomi-то может, но при этом все равно к Xiaomi будет не так приятен, как тот же Samsung. И что, что Samsung занимает место ниже? Например, я не перейду с Samsung на iPad, правильно? Я не перейду с Samsung на дурацкий к Xiaomi, который уже старый, и как он выдает 57 FPS на старом процессоре, мне, если честно, не совсем понятно. Я бы перешел на Vivo X90 Pro Plus, но это Vivo, это не Samsung, понимаете, там другая оболочка, Xiaomi 12T Pro, но это ж старье, это ж простенький телефон с так себе камерой, да, большим сенсором, но зум там никакой, ширик там никакой, на iPad переходить, серьезно. Ну, то есть, то, что в рейтинге он не самый топовый, но среди чего этот рейтинг? Понятно, что он, очевидно, лучше, чем предыдущее поколение, и 55 кадров в секунду, это охеренный результат для этой игры. эффективности он далеко не в лидерах, и при всем этом, он еще и греется сильнее многих своих конкурентов. И опять же, я сейчас не хочу сказать, что это Qualcomm или Samsung, что-то там подтюнили, чтобы он в бетчмарках лучше результаты выдавал. Нет, я даже не хочу как-то там обсирать этот процессор, говорить, что он, не знаю, плохой какой-то. И вот мне интересно, из тех людей, которые покупают S23 Ultra, сколько вас, кто реально будет играть, так еще и в Genshin Impact, а в любую другую игру вы поиграете на этом телефоне без проблем, как и без проблем играли на S22 Ultra, на Note 20 Ultra на Snap'е, никаких проблем не было с играми уже давным-давно на всех Samsung'ах на Snap'е. Это мощно, я буду поотрицать, он действительно энергоэффективный, телефон 14 часов работает, но опять же, мы говорим про телефон, который стоит 100 с лишним тысяч рублей, самый дорогой андроидовский смартфон, не считая Sony Xperia Pro, но ее не надо считать, короче, это самый дорогой андроидовский смартфон, и в моем понимании, здесь должен стоять чип, который лидирует не только в пенчмарках, но еще и в приложениях и в играх, то есть в реальных условиях, а этого, как можно видеть, не наблюдается. В смысле не наблюдается? Вот я вам в начале видео показывал спидтест с айфоном, и айфоны всегда это были короли быстродействия, и он держит себя наравне iOS, который установлен на айфоне, при том, что сама система Android, она гораздо более загруженная, у нее гораздо больше фишек, у нее гораздо больше уязвимостей, и даже при этом всем, он работает так же быстро, как айфон со своей закрытой системой, хер ли тебе еще от него надо? Включение. Могу ли я вам рекомендовать этот телефон к покупке? Если вы какой-то художник или дизайнер, и вам очень нужен вот этот вот замечательный стилус, чтобы рисовать им по вот этому замечательному экрану... А если я просто перекуп Диман Масл, который должен снимать на две камеры видео, вот как сейчас я снимаю на фронталку, на заднюю, жать паузу во время видео, мне нужен S23 Ultra, на других телефонах такой возможности нету. Как тебе такое? Я не художник, и не дизайнер. ...то, наверное, вам есть смысл выкупить, если у вас есть на него деньги, если вам это действительно нужно. Если вы человек, который просто не может жить дня, без того, чтобы сфотографировать Луну со 100x зумом, то, опять же, этот телефон для вас, если у вас есть на него деньги, обязательно покупайте, фотографируйте Луну каждый день, выкладывайте в Инстаграм, люди будут... Ну, смотрите, он же не художник, и не дизайнер, и явно не для того, чтобы Луну фоткать его купил. Так нахера выкручивать все возможности, преимущества, преимущества Самсунга, просто свести их к тому, что этот телефон может фоткать Луну, стоит до хера, и вы должны быть дизайнером, потому что в нем есть стилус. То есть он свел все возможности этого телефона тупо к стилусу, и к тому, что он может фоткать Луну, как будто все остальное уже вообще не играет никакой роли. Такой прихун. Я уверен, вы станете супер популярной персоной в Инстаграме. Кстати, он запрещен, это же, блин, террористический этот сервис ужасный. Что касается всех остальных людей, ну, я не могу вам сказать точно, что оно того не стоит, но как минимум я могу вам сказать, что взвесьте все еще один раз. Особенно если денег у вас не так много, возможно, какой-то телефон подешевле вас вполне себе устроит, ну, не будет в нем стилуса, ну, будет там, не знаю, плотность пикселей на 10% поменьше, еще что-то. Опять же, 100 с лишним тысяч, это просто дохуя. Не, ну, понятно, что можно как бы ездить и на жиге, и говорить, что да, ну, будет у вас движок поменьше, ну, будет она ломаться почаще, ну, не будет там кондиционера, так, тоже жига что работает, не Мерседес, но работает. Понятно, что S23 Ultra, это для тех людей, у которых есть на это деньги, повторюсь. Я оптимально буду взять сейчас S22 Ultra на том же Snapdragon, которыми завали Navita по 58 тысяч рублей вполне. Так что, да, действительно, это так. Там, за 40 тысяч рублей можно взять Note 20 Ultra на Snapdragon и тоже кайфовать этим телефоном, но просто брать какие-то новые там Xiaomi по 30 тысяч рублей, вот это я бы делать не стал. Хотя, каждый имеет право на свой выбор, просто я люблю Samsung, я люблю то, как они снимают, я люблю их экраны, я люблю их за стилусы и так далее. Так что, с вами был Диман Масл, вы меня просили обзор на это видео, я вам его дал. Надеюсь, вам было интересно. Субтитры сделал DimaTorzok,